провязали 8 столбиков по кругу теперь будем расширять для этого маркировочная нить и петля под ней в нее мы провязываем 2 столбика дальше вяжем по кругу до маркировочной нити 9 столбиков получится в этом ряду вот маркировочная нить снова у нас здесь и снова мы из этой петли провяжем 2 столбика получим 10 столбиков по кругу и дальше вяжем снова по одному столбику из каждой петли до маркировочной нити вот маркировочная нить опять у нас петля в эту петлю мы провяжем снова 2 столбика получим 11 столбиков по кругу провяжем до конца до маркировочной нити по одному столбику из каждой петли 11 столбиков и вот маркировочная нить и ее столбик петелька снова вяжем 2 столбика из этой петли и второй получим 12 столбиков по кругу провяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда до маркировочной нити последний и вот теперь где маркировочная нить следующая наша петля в нее провяжем опять 2 столбика получим 13 столбиков по кругу провяжем до конца ряда до маркировочной нити провязали 13 столбиков до маркировочной нити теперь снова под ней провязываем 2 столбика из одной петли из первой петли следующего ряда и провязываем до конца ряда теперь уже 14 столбиков провязали теперь снова маркировочная нить у нас здесь вот эта петля как раз маркировочная нить теперь в ней провязываем снова под ней в петлю под маркировочной нитью первая петля следующего ряда провязываем снова 2 столбика будет 15 столбиков в следующем ряду провязываем их по кругу по одному столбику из каждой петли и следующий ряд провяжем просто по одному столбику из каждой петли по кругу 15 столбиков довязали еще один ряд по 15 столбиков по кругу до маркировочной нити теперь под ней первый столбик в первую петлю следующего ряда провязываем 2 столбика будет 16 столбиков по кругу провяжем провяжем этот ряд до конца и еще потом 5 рядов по 16 столбиков по кругу провяжем без изменений я провязала еще 5 рядов по кругу до полосы маркировочной нити наполнила холофайбером и теперь мы идем на убавление для этого первый столбик первую петлю провяжем один столбик не провязывая и во вторую петлю провяжем столбики два вместе теперь провяжем один столбик и второй столбик по одному из каждой петли дальше провяжем опять два столбика вместе следующие один и два провязываем вместе теперь опять один столбик Провязываем из одной петли. Второй столбик снова из одной петли. Третий и четвертый столбик опять провяжем вместе. Опять один столбик из одной петли. И второй столбик из одной петли. У нас получится теперь 12 столбиков по кругу. Еще 2 столбика вместе. и у нас получится 12 столбиков по кругу дальше вяжем по два столбика вместе следующий продолжаем ряд 1 1 и 2 столбик провязываем вместе снова и второй столбик снова вместе опять 1 и 2 столбика вместе и опять 1 2 столбик вместе закрываем теперь через одну берем вот так вот захватываем можно через один столбик так один и второй захватываем закрутку закрываем затягиваем отрезаем нить можно убрать маркировочную и затягиваем ниточку внутрь точно так же вяжется вторая нога маркировочную нить с этой стороны не убираем потому что нужно связать еще вторую ножку для того чтобы не потерять место где убавляем где прибавляем как мы это делали в этой ноге нужно теперь наполнить холофайбером все туловище полностью которое у нас теперь тут есть и дальше вязать вторую ногу руки у зайца верхние лапки вяжутся точно так же как вязались ушки потому же точно принципу и в последний ряд закрываем петли соединяем их плоским швом можно и круглым как хотите и пришиваем их вот тут вот кто еще вот мы наполнили холофайбером и для того как начать вязать вторую ножку нужно в провязанную петлю так закрепить нить зафиксировать ее и теперь нужно вот это провязанная нам нужно брать не провязанную только за верхнюю ниточку за одну сторону одну стенку петли мы берем вот так здесь и здесь и провязываем сразу насквозь полустолбиком так вот на выход сразу петлю вот эту подтянем которая нить у нас есть и снова следующую петельку берем за одну петельку тут за одну стеночку петли за вторую стеночку следующей петли провязываем и сразу насквозь 2 снова точно также 3 4 и 5 таким образом 10 столбиков 10 петелек мы уберем и у нас останется из 30 что были по кругу 10 мы провязали 10 мы закрыли и еще 10 осталось для того чтобы связать вторую ножку вторую ножку мы вяжем точно так же как вязали эту первую вяжем и так вот делаем в первую петельку следующую вот столбик и вяжем по кругу просчитаем что было 10 столбиков по кругу и на уровне вот нити маркировочной начинаем убавлять сначала а потом расширять постоянно пользуясь 2 маркировочной нитью 2 ноги здесь у нас уже идет маркировочная нить вот так вот провязав по кругу 10 столбиков вернемся сюда уже по кругу и начнем убавление вот если зала довязала вторую ногу связал вот праве провязали ручки и пришили их вот так напротив друг дружки они такие же точно как ушки по размеру довязанная нога еще одна по образу и подобию первой ноги и теперь осталось пришить только глазки и возможно украсить как-то при желании его либо на туловище вот тут либо какую-то шляпку надеть там ухо отодвинуть и сюда надеть либо еще как-то украсить то есть это уже дело вкуса каждого автора своей игрушки так фиксируем глазки могут быть бусинки покрупнее могут быть какие-то вышивка в виде узелка черной нитки просто ниточкой вышиты не обязательно это должна быть бусинка вот такой получился зайка с открытым сердцем украшенный вот такими вот цветочками и цветочком у нас возле уха украшение зайки это уже ваш дело вашего вкуса поэтому кто на что гораст в этом и есть прелесть таких зайчиков что их можно украшать кому как захочется красавчик красавчик